Детский альбом Дети, которые любят музыку, это всегда дети особенно отмеченные. И поэтому мы стараемся, чтобы мы работали в этом ключе, и чтобы наши дети получили все-все-все, что мы можем им дать. То есть вот этот сосуд, вот этот необыкновенный, так скажем, вазон, что ли, в который мы вкладываем все знания, всю музыкальную культуру, которой мы знакомы сами, и хотим, чтобы наши дети были счастливы и богаты именно этим. В небольшом камерном зрительном зале удалось воссоздать атмосферу изысканности 19 века. Образы детишек словно срисованы со старинных почтовых открыток. Деревянные игрушки, кружевные платьица, зонтики, белоснежные бантики и воротнички. Юные актеры постарались показать на сцене то, чем увлекались, во что играли и чего боялись дети в далеком прошлом. И, как оказалось, мечтали они о том же, о чем мечтают и современные ребята. О настоящей дружбе, веселых приключениях и первой робкой любви. Музыка Петра Ильича Чайковского узнаваема и у всех на слуху. Она обладает магией театрального воплощения. Слушая композиции, в голове сразу возникают сказочные и милые образы, которые через мгновение появляются на сцене. Кто-то кружится на черную и чучу, кто-то сыстит на деревьях спящих, кто-то к самому из-за окна и рук, кто-то покрышит на женщине и куринах. Режиссер музыкального спектакля Ксения Баркова. Она внимательно, с большим трепетом относится к своему коллективу. Каждая ступенька в душевном развитии ребенка для педагога – значимый этап. Дети – это маленькие кувшинки, которые питаются капельками чистой росы, добра и тепла. Творческий коллектив из девяти человек созвучен во всем. И каждый словно звонкая и необходимая струна одного большого музыкального инструмента. Мне очень помогает сам Чайковский, его музыка, потому что она такая очень говорящая, и дети иногда просто импровизируя сами понимают, что можно было бы сделать под эту музыку. То есть я здесь уже корректирую какие-то, вижу импровизацию их и немного просто направляю. То есть вот какие-то танцы, которые они предложили сами и поставили дети. То есть вот мне вот здесь помощницей является музыка. Дети, которые любят и живут нотами классической музыки с раннего возраста, поцелованы Богом. Не каждому человеку хватает столько усердия и терпения, чтобы взрастить и пронести в себе через жизнь всеми возвышенной музыки. У нас очень хороший коллектив. Репетиции, конечно, были очень усердные, долго занимались, работали, чтобы все хорошо сделать. Коллектив отличный, все очень добрые, дружелюбные. Нам очень приятно быть актерами этого спектакля. Мы очень благодарим нашего педагога, который нас учил этому. И мы будем стараться дальше это все еще лучше делать. Это еще раз доказывает, что не только мы любим и преклоняемся к музыкальному творчеству Петра Чайковского, но и он с большим вниманием, трепетом и любовью создавал для детей свои проникновенные композиции. Композитор оставил для последующих поколений великое, бессмертное и бесценное наследство – музыку. В этом году наша страна отмечает 175-летие со дня рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского. И когда, как ни в эти предновогодние дни, можно прочувствовать всю таинственность, тонкость и прозрачность его произведений. Старинная французская песенка, мазурка, полонез – все эти произведения вошли в программу музыкального спектакля под названием «Детский альбом». И можно с полной уверенностью сказать, что детям удалось на сцене воплотить настоящую зимнюю сказку, тем самым заставив взрослых вновь верить в новогодние чудеса. Екатерина Старосветская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».